А нет, есть. Вот она, Бритчерс. Вот она, Мафия Бритчерс. Всем большой привет, с вами Ангелина, и это Апокалипсис, 16 серия. Да, это я, это Sims 4, и это Апокалипсис. Сулани. Да. И я даже не знаю, что вам сказать, наверное, вы прекрасно так понимаете, какие вам будут быть чувства у человека, который больше трёх месяцев вообще не заходил в игру, да, и, естественно, всё это время я не снимала. Да, выходили какие-то серии в марте и в апреле тоже на свой день рождения я кое-как нашла в себе силы смонтировать для вас серию Ненавижу Челленджи, но на самом-то деле это всё было отснято давно-давно, так что... В саму игру я не заходила уже очень-очень давно, и не снимала её уже очень-очень давно. Я вот посмотрела специально, последний раз в сохранении Апокалипсиса я была 28 февраля. Да, сейчас 9 июня, то есть вся весна у меня просто прошла абсолютно мимо, мимо моего канала, мимо меня. Да, но я здесь, и я даже не знаю, стоит ли мне сейчас нагружать вас какой-то излишней информацией по поводу того, почему я отсутствовала. Не знаю вообще, стоит ли говорить об этом здесь, поскольку, в принципе, я думаю, что все приходят сюда для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и хорошо провести время, правда. Ну да ладно, у нас с вами вышло новое дополнение, это экологическая жизнь, конечно же, по моему мнению, отличное дополнение, вот. И теперь, конечно же, мы сможем с вами просматривать то, как у нас городки вообще себя чувствуют, но сейчас, как вы можете заметить, у нас везде в Сулане нейтральный экослед, естественно, потому что игра ещё не началась. Мне очень интересно, что будет вообще происходить, с учётом того, что, естественно, по новым вышедшим правилам от РИС, ссылку на которые я оставлю в описании под этим видео, оговорено то, что, конечно же, мы не можем принимать никаких мер по улучшению нашей экосистемы, и вообще никаким образом не можем влиять на экологию, поэтому, мало того, что мы, как бы, и так, знаете, живём в городе, который и так страдал ещё даже до выхода экологической жизни, и у нас тут вулкан всякую какушку-бякушку выбрасывал в океан наш, теперь к этому всему ещё и добавилось ухудшение экологии от самих разработчиков. Да, и у нас появился новый город, вот такой вот Эвергрин-Харбор, конечно же, вы все его видели, я уже думаю. Здесь у меня никто не живёт, потому что я выселила отсюда все семьи, понятное дело. Я думаю, что впоследствии где-то к следующей серии я уже подселю сюда какую-нибудь мафиозную семью, вот, потому что, как вы знаете, у каждого городка должна быть своя мафия, и, по-моему, она у меня есть абсолютно везде. Хотя нет, в Бридчестере нету или есть? Вот она, мафия Бридчестера. Да, с фамилией Талбот я уже и сама забыла, что у меня тут мафия, оказывается, живёт, но это хорошо, значит, я всё сделала нормально. Да, и новый городок, конечно же, тоже мафию мы поселим, это без проблем, вот, ну и что же, я, если честно, естественно, вообще не помню, на чём мы остановились с вами в предыдущей серии, я только, единственное, что я помню, что у меня Джулия беременна, на третьем семестре она уже даже, по-моему, ну, в общем-то, сейчас будем смотреть, сейчас я буду потихонечку вникать, или что, это ты на работе у меня сейчас, что ли, я вообще не помню, реально, ребят, что там, поэтому давайте тупить вместе, вместе со мной, да, и будем вместе вникать, разбираться и продолжать справляться с апокалипсисом, конечно же. Итак, ребята, мы с вами прибыли, и у нас вот такая вот шикарная погода, сейчас, получается, да, гроза, прохладно, и у нас день, а, зима, у нас практически закончилась зима, всё понятно, так, да, обновила я командный центр, вроде как, всё сделала правильно, я уже даже забыла, как обновлять командный центр, ну, в общем, всё очень плохо, даже не знаю, что сказать по этому поводу, а это кто? Маршал, а ты что? Подожди, а ты же на работе, а ты же... Стоп, так, давайте, пожалуйста, не будем меня сейчас пугать, нет, он сейчас, ребята, исчезнет, он не опоздал, он не опоздал, честное слово, вот он просто, он сейчас исчезнет, да, да, ты же исчезнешь, или что? Я не понимаю, на работе до 19.00. Так, если вы мне сейчас скажете, что в игре случился какой-то глюк, из-за которого Маршал у меня вернулся домой, то есть вы видите, он на работе, но он как бы не на работе, да, то есть вот так вот, да, то есть серия у меня начинается с того, что мне нужно уволить Симба с шестого уровня карьеры, да? Я правильно тебя понимаю, игра? Что ж, прекрасно, просто потрясающе, по-моему, по-моему, игра вообще не рада моему возвращению, Джулия, привет, да, я рада тебя видеть, да, я посмотрю, что у тебя беременность, а, это второй триместр только, слушай, у тебя уже такой живот большой, может быть, у тебя там тройня, может быть, у тебя там тройня, кстати, ребят, я в этом поколении для Маршала и Джулии я бы хотела четверых детей, думаю, ну, по старой доброй традиции, да, естественно, вот, и еще было бы даже эпичнее и лучше, если бы сначала у нас был один ребенок, а потом тройня, вот, либо в обратной последовательности, в общем-то, не важно, да, ну, я бы хотела четверо детей, думаю, вот, будет этого вполне достаточно, и что ты хочешь узнать, как прошел день и узнать лучше? День у него пришел отвратительно, я тебе скажу сразу, потому что, походу, Маршала уволили, ребят, ну, типа, я не понимаю, что делать в такой ситуации, это не моя вина, это не моя вина, то, что я захожу в сохранение, и оно сразу же начинает глючить, ну, то есть, я не могу на него кликнуть, я не могу, нет, я могу ему давать действия, но, ну, то есть, видите, ну, то есть, он даже не крикабельный, он просто на работе, он на работе, он упорно работает, о, господи, нет, ну, вы серьезно, шестой уровень карьеры тайного агента, он уже взрослый, ему 18 дней до старости, кстати, у Джулии знаменитости снята, мне интересно, с ней общаться можно? Да, можно, хорошо, мне это так нравится, вы просто и представить себе не можете, Маршал, ты какой-то очень неудачный, я тебе честное слово говорю, на тебя, на тебе, по-моему, лежит проклятие какое-то, за то, что ты бросил в том мире одну денешенькую Сашку, хотя она, на самом деле, уже не такая уж одна одинокая, я вам скажу по секрету, но, тем не менее, мне кажется, что его карма прям-таки преследует, и, ну, ребят, ну, он даже не на домашнем лоте, ну, что это такое? Знаете, лицо Джулии, это вот просто, это просто как смысл жизни, как говорится, да? Вот у меня сейчас абсолютно такие же эмоции, у меня ступор, у меня просто вообще шок, ой, нет, просто реально, вот этот вот мужчина молодой, красивый, да, мне кажется, что это действительно один из самых таких, знаете, вот несчастливых персонажей, вот просто, вот просто вспомните, да, сколько всего он пережил, и особенно вспомните то, как вообще у нас дела продвигаются в апокалипсисе, то есть сначала он устроился в карьеру стилиста, он сам по себе там прокачивался и достиг восьмого уровня в карьере стилиста, но, учитывая то, что он к нам переехал во время своего рабочего дня, то пришлось его уволить. Сейчас Ангелина его устроила в карьеру тайного агента. Мы, значит, прокачивались, прокачивались, навыки качали, качали, достигли шестого уровня, и тут его игра просто возвращает вот так вот домой. У меня, если честно, просто нет слов, одни эмоции. Маршал, ты очень-очень неудачный персонаж для апокалипсиса. Ну, я не знаю, всё, ребят, ну, как бы, по-моему, ну, если я не ошибаюсь, вообще любое... О, Август, привет, я по тебе скучала. А, вообще, по всем себе скучала, на самом-то деле, но тут меня такие сюрпризы встречают, что, как бы, да. Ну, что я тебе могу сказать? Иди сюда, бесстыдник. Иди сюда, сейчас будем сообщать жене радостную новость, да. Да, да, она, вон, вообще, уже просто предвкушает, о, господи, что с тобой, что я здесь делаю, сломанный зонтик? Знаешь, что я тебе скажу? Вот так тебе и надо. Говорили мне девочки, говорили, не нравится нам Маршал, он какой-то непонятный. Ой, чувствую, что не надо его сводить с Джулией. Ангелина, одумайся, одумайся. Ну, нет, Ангелина всем говорила, да вы посмотрите на его, он же такой хороший. Он точно и справится, а в итоге, а в итоге вот это, а в итоге вот это. О, всё, ребята, боже, я на это просто смотреть не могу. Я уйду, я всё, я переключаюсь на свою любимую Джулию, потому что я на это просто не могу смотреть, если честно. Да, сейчас будем, как я и говорила, сообщать радостную новость нашей Джулии, которая вся глубоко беременная. Да, думает о том, что надо прикупить для своего малыша какие-то кубики, кстати, да. На самом-то деле у нас сегодня с вами вторник, и у нас толком ничего нету, именно как для прокачки Тоддлера, да, но это нужно ждать в воскресенье. Да, я, кстати, совсем забыла, что у нас сегодня вторник. Я почему-то думала, что сегодня у нас должно быть воскресенье, но да ладно. Вот, и, кстати, с новым дополнением к нам пришли, конечно же, новые ограничения, как я уже говорила, новые правила. И одно из них связано с тем, что нельзя никак перестраивать дом, в плане того, что нельзя сносить стены, нельзя никак двигать или убирать окна. То есть вот всё, как здесь есть, вот всё вот так вот перманентно должно и остаться. И, соответственно, если вы что-то там для себя неудачно или неудобно построили, то это как бы... С этих пор то это теперь только ваша вина, да. Но Трис дала нам всем такую, знаете, небольшую поблажечку, а даже могу сказать, очень даже большую. В плане того, что те, кто уже как бы в процессе игры в апокалипсис по её правилам, соответственно, те, кто играл раньше без этого ограничения, без этого правила, мы можем воспользоваться один раз. У нас будет только один раз для того, чтобы воспользоваться правом что-то здесь перестроить. То есть можно будет как-то что-то подвигать, как-то тут поисправлять стены, там, двери или ещё что-то такое. Меня пока что, в принципе, всё устраивает. Единственное, что я бы, наверное, хотела построить третий этаж. Вот, потому что, ну, как вы можете заметить, скажем так, места для детей здесь вообще нет. Ну, я имею в виду для подросших, да, для школьников, подростков, для взрослых тем более. То есть у нас только одна кровать здесь, соответственно. Я бы хотела, чтобы сейчас наши симы поднакопили денег. Я надеюсь, вы счета оплатили. Да, да, счета оплачены. Значит, дань мафии тоже вроде как мы уже должны были выплатить, да. Но я надеюсь, что вы со всем справились. Вот, если что, я, наверное, пересмотрю предыдущую серию. Ну, вроде бы, вы должны были за всё заплатить. В общем-то, да. В принципе, меня здесь всё устраивает. Как бы ничего сносить или перестраивать я не собираюсь. Но я бы хотела достроить третий этаж жилой. А может быть, даже четвёртый. Может быть, даже ещё в подвал вниз один этаж хотелось бы достроить. Ну, в общем-то, будем смотреть. Вот. Ну, а сейчас... А сейчас у нас вот такие вот дела. Маршала у нас уволили с работы. И это, на самом деле, полная катастрофа. Потому что сейчас у нас пойдут дети, ребята. Да, настроение у него, конечно, просто первоклассное. Но я могу его понять. Маршал, у меня фактически такое же настроение. Джулия уже что-то предвкушает. Думает так. Почему сзади меня открылась дверь? И я не поняла, что случилось. Кто пришёл? Кто пришёл? Кто здесь? Дорогая, я здесь. Меня уволили. О, боже. Это ужас. В общем-то, сейчас у нас пойдут дети, ребята. У нас 457 миллионов. То есть, как бы, Джулия совсем скоро увольняться. Потому что, ну, она не сможет ходить на работу. Либо, знаете что? Либо, либо, возможно, такой вариант, что у нас Маршала будет с детьми ухаживать, а Джулия будет ходить на работу, потому что у неё здесь закрытая карьера и 557 миллионов в час. Ну, то есть, это много. Вот. И, кстати, может быть, мы рассмотрим с вами ещё такой вариант. Ну, а пока что... Ну что, давай, иди сюда. Иди сюда, сообщай, дорогой, своей ненаглядной новость. Да, спроси, на каком сроке. Вот, давай, Маршал. Улыбается, смотри, улыбается. Я думаю, Маршал, ты зря улыбаешься. Маршал, это что ты? А что случилось? А почему ты не на работе? Я не понимаю. Что-то случилось, что произошло. Милая, солнце моё, я должен тебе кое-что сказать. Ты только, пожалуйста, не волнуйся. Тебе сейчас никак волноваться нельзя. Да, но, как бы, понимаешь... В общем-то, да. Ещё раз хочу тебе сказать, ты успокойся. Да я спокойно, не переживай, всё хорошо. А что случилось, Маршал? Расскажи уже, потому что мне уже немножко становится не по себе, если честно. Радость моя. Дело в том, что, понимаешь, я не знаю, как так произошло, но... Меня уволили. Что? Боже, это лицо, лицо Джоли как смысл жизни, повторяюсь ещё раз. Потому что, ну, просто посмотрите. А, что? Ты сейчас шутишь надо мной, что ли? Маршал, что случилось? Маршал, почему ты так говоришь? Что случилось? У тебя же вроде как всё хорошо получалось, и ты сегодня должен был принести повышение. Я не понимаю. Да, знаешь, милая, это просто как гром среди ясного неба. Я сам ничего не понял. Просто, понимаешь, мне сказали, что... Мне сказали, что, учитывая тот факт, что меня видели возле лаборатории Стрэнджервилля, в общем-то, они что-то заподозрили, что я непонятно под кого и непонятно под что копаю. Поэтому мне сказали, что среди тайных агентов, среди таких, в общем-то, говорят, ценных сотрудников, очень опасно держать таких, как я. И поэтому... И поэтому они приняли решение о том, что меня нужно немедленно уволить. И всё, меня выгнали, понимаешь? Я не успел даже ничего сказать. Маршал, ты что? Маршал, ты что такое говоришь? Разве же так можно? Я не знаю, родная, но им, наверное, можно. Я не знаю, им, наверное, всё можно. О боже, а что же теперь будет? А что же теперь будет, Маршал? Мы же хотели только дом достраивать. И вообще... А что же теперь будет, Маршал? Что нам делать? Я так огорчена, мне так жаль, милый. Да, мне тоже жаль, конечно. Я просто в шоке, на самом-то деле. Я не понимаю, почему и за что. Я даже не помню, чтобы я была возле этой лаборатории. Но не зря он это не помнит, потому что ему память-то потёрли. И он не помнит, что в апокалипсис они попали. В общем-то, межпространственные врата их высадили именно возле лаборатории Стрэнджерфиля. Но он этого не помнит, к сожалению. Вообще, ты знаешь, мне кажется, что это какой-то заговор. Сначала меня уволили из карьеры стилиста. Ну, я не могу, конечно, сказать, что мне там особо нравилось. Но, как бы, знаешь, всё равно неприятно. Ведь я почти достиг вершины. А теперь ещё меня увольняют из тайного агентства. Это... Мне очень жаль, милая. Правда, я... Но ты не переживай. Я сегодня же устроюсь на работу. Ой, ну что я тебе могу сказать? Что ты хочешь от неё флиртовать? Ну, давай, пофлиртуй, что ли. Я не знаю. Милая, ты только не переживай, пожалуйста. Я тебе обещаю, что я сразу же, вот прямо сейчас устроюсь на работу. И всё у нас будет хорошо. Так что ты, пожалуйста, не волнуйся. Я ещё раз тебе говорю. Мы обязательно как-нибудь выживем. Слушай, вон люди вокруг нас живут намного хуже. И справляются как-то. Поэтому я думаю, что мы точно затащим. Ой, ну, я, конечно, верю в тебя, дорогой мой. Ой, всё, пропёрла. Хвалить внешний вид, флиртовать. Ну, я, конечно, понимаю, что у вас любовь-морковь. Да, я в этом даже никогда и не сомневалась. Вот. Чует кот? Чует кот? Чу сметану съел, да? Поэтому и хочешь флиртовать, Маршал. Потому что... Вот сидит и думает, какая же у меня всё-таки женщина. И культуристка уже стала, карьеру закрыла. А я что-то какой-то неудачный. Ой, Маршал, я не знаю. Это просто. Это Оскар, Маршал. Это Оскар. Золотая пальма и профсоюзная путёвка. Всё. У меня просто нету слов с тебя. Ну, давай. Давай, что ли, увольняться с тобой, да? Кто это у нас? Хельга Старк. А, понятно. Да, у нас тут уже, кстати, что-то просветлело. Просветлело. Стало хорошо. Да, кстати, я очень надеюсь, что вам не слышно, как у меня скашивают травку за окном. Ой, ребят, это, конечно, нечто. Так, ну давай, всё, увольтся. Ну, за что? Боже мой, какой кошмар. Какой кошмар. Ну, давай, да. Да, да, да. Я уже всё, забрал все документы, поэтому, да, официально можете считать меня уволенным. Вот. Да. Я всё сделал, как вы хотели. Я уволился. Написал заявление по собственному желанию. Без желания. Вы уверены, что Маршал должен бросить работу? Да. Мы уверены. Мы уверены, потому что это апокалипсис, детка. Да. Маршал бросает работу в Симс. Он считает, что сейчас самое время начать новую карьеру. Да, он так именно и считает. Прямо сейчас он берёт в ручки свой телефончик и ищет себе новую работу, конечно же. И что ты хочешь? Выслушать дружескую шутку. А моя ж ты хорошая. Смотрите, Джулия решает его поддержать. Несмотря на то, что он у нас вот такой вот немножечко непутёвый, она думает, так, ну, надо же как-то поддержать, потому что совсем сейчас раскиснет. Да. Ну, что, Маршал, я тебе могу сказать? Будешь закрывать какую-то мелкую карьеру на три уровня, да, потому что надолго его не хватит, конечно же. И будет, наверное, будет, наверное, действительно сидеть дома с детками. И, в общем-то, да, ребят, как вы понимаете, эта серия будет отличаться от последних, то есть она не будет содержать в себе какое-то большое количество дней, потому что вот в последних прям серии Апокалипсиса, в последних сериях, я умещала практически там по пять дней вообще, то есть очень-очень много именно такого геймплея рутинного, скажем так, я вам не показывала. Ну, то есть когда совсем, например, Маршал уходил на работу, и я просто Джулию отправлялась спать, потому что, ну, ей просто нечем было заниматься, вот. Поэтому, естественно, смысла такого, смысла нету никакого показывать вам что-то такое. Поэтому я думаю, что эта серия будет сдержать один день, и она будет, знаете, такая чисто вводная для меня, то есть я вообще вспомню, как это вообще делается, как это снимать серии, как это говорить на камеру, как это вообще играть в Апокалипсис, вот. И, ну, в то же время мы с вами пережили, уже успели пережить такие события. Так, ну, я так вот ещё раз сейчас перечитала правила, перечитала табличку, и я так поняла, что вот эти вот неполные карьеры, то есть на неполный рабочий день, я так понимаю, что мы действительно можем их выбирать просто так. Вот, так называемые подростковые карьеры, которые теперь могут и, конечно же, с выходом дополнения жизни на острове закрывать взрослые. Вот, и здесь прям так и прописано, что очень комфортно, то есть можно выбрать любое удобное время для карьеры на неполный рабочий день, и это выгодно, если маленький ребёнок дома, и некому за ним смотреть. Поэтому, ребят, я думаю, что у нас сейчас, вот, планировала я Джулию, значит, в такие супердомохозяюшки, в супермамки, да, которая вот будет сидеть дома с детками и как бы их прокачивать, их воспитывать, растить, но выходит, выходит так, что упорно работать, господи. Да, игра, успокоишься ты или нет, в конце концов, всё уже, он дома, он не упорно работает, он вообще не работает. В общем-то, я так теперь понимаю, что Маршалл у нас будет дома сидеть с детками, а Джулия у нас станет таким, эдаким кормильцем в семье, вот, я даже не знаю, правда, я надеюсь, что у неё роды не наступят во время рабочего дня, потому что будет не очень. Ну, если что, как бы уволимся, как бы, да. И вот, что я думаю, ребята. Я сразу для себя присмотрела карьеру рыболова, которая, в принципе, актуальна будет и для нашего острова Сулани, и вообще, в принципе, карьера довольно-таки хорошая, потому что она открывает нам еду, потому что, как только в нашей семье, как тут прописано, появится достойный рыболов, настоящий защитник всех ажебероподобных, да, вот, как только появится такая вот личность, то мы сможем ставить рыбные блюда в холодильник, и рыбные блюда можно готовить сколько угодно раз в день. Поэтому я думаю, что, да, я думаю, что мы с Маршалом будем закрывать рыболова, потому что, как бы, это пока что нас двое, и нам, как бы, вот нормальненько раз в день вот этого вот поесть, да. Но у нас скоро появятся дети, наша семья будет расширяться, соответственно, голодных ртов и животиков будет всё больше и больше, поэтому, конечно же, надо, чтобы еда была не протухшая, потому что, опять-таки, например, взрослые симы могут тухляк есть, да, дети к нему, ну, вообще никак не притрагиваются, но это, в принципе, хорошо, потому что это как-то, по-моему, не очень хорошо всё-таки детей кормить тухляком, поэтому, да, Маршал, давай, заканчивай хихоньки-хахоньки, дослушивай ободрительную шуточку от своей дорогой супруги. Да, Джулия поддерживает, говорит, «Всё хорошо, Маршал, не переживай. Я думаю, что, знаешь, я думаю, я поговорю со своим боссом, вот, для того, чтобы он не выдавал мне декрет, для того, чтобы я сразу после родов пошла на работу. Зарабатываю я хорошо, меня там, в принципе, уважают, поэтому я думаю, что давай-ка мы с тобой поступим вот таким вот образом. Ты у нас попробуешь разобраться с местной рыбой, разобраться с тем, чтобы можно было её есть, потому что скоро появятся детки, нужно их чем-то кормить, и, конечно, ситуация будет совсем тяжкая, если так всё и останется, как сейчас. Поэтому давай-ка ты действительно, ты же учёный настоящий, я думаю, что ты сможешь разобраться, что всё-таки случилось с рыбой, и как из неё извлекать все вредоносные элементы, и как её делать пригодной для питания. Я тебя понял, милая, хорошо. Я с тобой полностью согласен. Прямо сейчас тогда буду искать работу. Прямо сейчас устраиваюсь рыболовом, да... Ох, ну это, конечно, это, конечно, жесть. Преподаватель, администратор и профессор. А-а-а! А-а-а! Так... А-а-а! Так профессором можно быть и даже просто так? То есть без окончания университета? Слушайте. А-а-а! Тогда... Слушайте, это было нормально. Тогда хорошо. Хорошо. Так, на минуточку отвлеклись. Я вас поняла. Хорошо. Так, садовод, нет. Стилистом мы уже побыли. Да, строительный инженер. Вот хорошая карьера. Надо будет её, конечно же, тоже закрыть. Так, так, так. Эколог, юрист. Слушайте, а почему у нас открыто тут... Это и были такие карьеры? Или... Вроде же они только по своей универе доступны. Нет, маршал в универе не учился, если что. Как-то меня что-то переклинило. Видимо, я очень давно не заходила в игру, действительно. Так, нам нужен рыболов. Да, и так. Так, так, так. А со скольки у нас Джулия работает? Я что-то не помню. Так, погодите-ка. Давайте мы посмотрим... Джулия, Джулия, покажи. Ты работаешь с 10 до 16. А, отлично, я поняла. Значит, мы как раз для маршала можем взять время. Вот это вот с 5 до 9 утра, по-моему, да? Отлично. Это тогда просто супер. Нам подходит идеально. Нам подходит идеально, я считаю. Всё, значит, на то мы порешим, ребята. Маршал у нас отныне рыболов. Если ты не закроешь эту карьеру, я не знаю, что я с тобой сделала. А, и, кстати, и тут есть вот такое время, с 21 до часа ночи. Слушайте, прикольно. Нет, но я хочу всё-таки утро. Да, я хочу, чтобы у нас маршал по утрам изучал местные воды и рыбу. Да, отлично. И мы работаем... Мы работаем каждый день, кроме субботы в воскресенье, да? Правильно я понимаю? Так, отлично. Отлично. О, слушай, как тебя сразу приодели. Слушай, ну ты у меня красавчик, конечно. Так, ну и, конечно же, у нас первый уровень. И да, мы работаем отлично. Да, работаем у нас с 17 часов. В среду с 5 до 9 достигните второго уровня навыка рыбной ловли. Так, я же правильно понимаю, что мы можем сейчас идти ловить рыбку? Ну, нам же это как бы по работе надо. Поэтому я думаю, что этим мы прямо сейчас с вами займёмся. Вот у нас тут Хельга Старк стоит, да? Давайте к ней присоединимся. Давай, маршал, вперёд! У тебя теперь новые обязанности. Очень неожиданно для меня. Да, ребята, вот так вот в жизни бывает. Кто бы мог подумать, что называется? Слушайте, ну это странно. Раньше вроде не переодевали сразу после того, как на работу устраиваешься. Ну и, слушайте, интересно. Ах, под лицу, всё к лицу, что называется. Ему реально всё идёт, посмотрите. Он доволен жизнью, да. Эх, Джулия, у тебя хорошая жена. Была бы какая-нибудь другая. Она бы тебя сковородой огрела, точно. Я так думаю, была бы очень беременна, если бы узнала, что тебя с работы попёрли. Да. Ну что ж, посмотрим. Я надеюсь, что хоть с этой карьерой ты справишься, маршал. Потому что, если нет, ну это будет, ну это будет просто, это будет прямая гремя, понимаешь? Так, получишь навык рыбной ловли. Ну давай, вперёд, да. Скажи, о, здравствуйте, не подскажете, как сегодня вообще клюёт, не клюёт. Ой, ну я даже не знаю, молодой человек. Кстати, да, это же наша соседушка, да. Ой, доброе утро, маршал. Ну, знаете, я даже не знаю, что вам сказать. Вроде как и ловится, а вроде как и нет. Но вот что-то у меня слабо получается, если честно. А что это, вы вдруг осмелились рыбку половить? Вы же всегда говорили, что это плохо, что нельзя её отсюда есть, что она тут отравленная. Но вы знаете, я же не для еды, я хочу её изучить, понять, почему, в общем-то говоря, она непригодна для еды. И хочу как-то попробовать исправить эту несчастную ситуацию. Ой, правда, что ли? А вы что, учёный? Ну, как сказать, я не знаю, кто я. Да, это, получается, четвёртая работа уже у нашего маршала, ребята, это просто нечто. Он переплюнул даже человека эпохи Возрождения, потому что там три, по-моему, карьеры требуются. А это уже четвёртая. Да, сначала закрыл карьеру учёного, потом почти закрыл карьеру стилиста, потом ещё-ещё почти закрыл карьеру тайного агента, и сейчас, я надеюсь, всё-таки мы закроем карьеру рыболова. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Ох, маршал, ох, маршал, нет слов у меня на тебя. Ну, хороший ты, конечно, мужик. Ладно, лови здесь рыбу. Или, я не знаю, даже, или последить за ним, а то, боже упаси, полезет в воду. Штраф мне наклепает. Я тогда не знаю, что с ним сделаю. Ой, а я-то думала, ребята, закроем сейчас тайного агента, а потом будем переселять наших детей, чтобы они устраивали свою собственную жизнь. Да, чтобы апокалипсис у нас шёл бодренько и вообще. А тут на тебе. А тут на тебе. Ничего нельзя планировать. Абсолютно совершенно. Так. Джулия у меня что-то прям мощно за шахматы засела. Ладно, сиди, играй. Вот. Всё равно, как бы, всё равно, как бы, ей заниматься нечем, да. До третьего триместра ещё очень-очень далеко, как я понимаю. Ну, вот, маршал у нас половит рыбу. Да, я думаю, достигни второго уровня. И после этого пойдёт домой, и мы будем качать ему фитнес. Да, вот, осталось немножко совсем. Вот. И будет он уже у нас свободен от маразма. Это, конечно же, не может не радовать. Это хорошо. Опа, ребята, смотрите, как интересно. Раньше таких сообщений не было. Давайте с вами посмотрим. Маршал Макинтош ловит новый вид рыбы. Небесный оконь. Маршал делает запись в дневнике. Так, ну это хорошо, это понятно. Кстати, он у нас ещё словил корень кавы. Да, я так понимаю, что вот этим всем добром мы пользоваться не можем. Вот, ну, слава богу, у нас закрыт культурист, поэтому мы можем захламлять наш багаж. Вот, если я правильно понимаю. Потому что мы же не можем готовить рыбу, пока не закроем этого рыболова нашего, да? Ну, вроде так. Слушайте, ну здесь всё-таки красиво. Блинские. Нет, ну я рада, что у меня тут аппик проходит, конечно. Ой, слушайте, очень красиво. Прям такая умиротворённая атмосфера. Вы только посмотрите. Маршал, тебе идёт быть рыбаком. Тебе вообще всё к лицу. Настоящий ты подлец. Так, и смотрите, вот это вот новое сообщение. Маршал ловит не... А, так, инвазивный вид рыбы. Ого, интересно. Которая наносит вред местной экосистеме. Это не местный окунь. Убрав инвазивные рыбы из местных вод, вы совершаете перемены к лучшему. Так держать. Офигеть, ребята. То есть у нас теперь даже рыба, вот это вот, влияет на нашу экосистему. И оказывается, вот эта вот рыбка, небесный окунь, да, редкость обычная, качество отличное. Несмотря на то, что это как бы небесный окунь, то есть, казалось бы, но она наносит вред экосистеме. И оказывается, Маршал у нас тут мало того, что рыбаком, да, у нас ещё на полуставочке сейчас с экологом тут и строится, я так понимаю. Ну, давай, лови, лови. Он уже, кстати, достиг почти второго уровня. Слушайте, может быть, Маршал действительно, может быть, его призвание от рыбалка... Ой, смотрите, перемены к лучшему. Поймана инвазивная рыба. Вы только посмотрите, какая природа красивая, когда не загаженная. Обалдеть. Обалдеть, ребята. У нас тут, кстати, снова грозы. Слушайте, всю зиму у нас было спокойно, а тут под конец зимы вдруг начало шарашить. Ну, это хорошо, это хорошо. Так, всё, у нас, значит, Хельга ушла. Говорит, всё, я пошла отсюда. А то, знаете ли, грозы, вот сейчас намокнущие, не дай бог, простужусь. Ох, и странные эти макинтоши, непонятно что. То, говорят, нельзя рыбу ловить под страхом смерти, то сами вдруг наряжаются в рыболовов и становятся рыбу ловить. Вообще непонятно что, непонятно что. А мы им ещё им свою еду отдавали. Ох, противная женщина, ничего не скажешь. Так, всё, неприятно, мокро? Ну всё, давай, заканчивай, дорогой мой. Возвращайся домой, сейчас вот встанешь вот сюда, и будешь у меня бокс, да. Будешь у меня заниматься боксом, а дорогая любимая жена тебе в этом поможет обязательно. Да, Джулия у нас тут немножечко вскрус, но, как вы можете заметить, но оно и не удивительно. Несмотря на то, что она у нас такая, знаете, женщина, которая старается ни на что вообще не жаловаться и держаться, в общем-то говоря, огурцом. Вот, всегда на позитиве, всегда старается думать оптимистично, но, тем не менее, конечно же, я понимаю, что на самом-то деле она очень расстроилась. Просто старается, опять-таки, не подавать виду для того, чтобы Маршал совсем не раскис, вот. И да, кстати, нам вот 18 дней до старости. Маршал, что хочешь, делай, но... О, дополнительная еда. Здрасте. Так, Робин Старк и Эмма Старк. Погодите, Эмма, а где... А, а вот Хельга. А Эмма кто такая? Подождите, я не поняла, кто такая Эмма еще? И у Эммы, и у Хельги одинаковые прически. Это твоя дочка, что ли? Ну-ка, покажись ко мне. Молодая. Молодая, а ты взрослая. Ну, похоже на то, вроде как дочка. Даже не знаю, почему ты раньше к нам не приходила. Слушайте, ну, дополнительная еда, это, конечно, хорошо. Слушайте, мне кажется, они копают. Мне кажется, что Старки поднаскопают, и что-то вот неладное здесь происходит. Просто посмотрите на лицо этой женщины. Мне кажется, что она далеко не похожа на ту, которая очень сильно хочет делиться с нами своей провизией. Так, все, Джулия, давай выходи. Я думаю, что Маршал справится и без тебя. Вот такие вот мы красивые с Бузелем. Ой, здравствуйте, вы снова к нам наглянули в гости. А кто это с вами такая симпатичная девушка? А это наша дочка. Знакомьтесь, это Эмма. Да, ей стало очень интересно, что тут за семья живет, с которой мы так часто ходим. Поэтому она попросилась с нами вместе в гости. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, добрый день, добрый день. Ну, конечно, не дурной у вас домик, да. Ой, спасибо. Ну, такой, знаете, сарайчик. Но нам, в принципе, нравится. Ой, ну, конечно, вы же проходите, конечно, к нам в дом. Ну, давай, что, я не знаю. Давай будем, например, сидеть и болтать здесь. Вот, по-моему, так нам делать можно. Так, ну, давайте, проходите сюда. Почему вы не можете пройти? Почему вы не можете пройти? Я не понимаю. Не понимаю. Ну, короче, заходите в дом, если хотите. Вот. Да. Джулия, ну, я не знаю. Давай убрать и помой. Ну, давай, убери и помой. Да, пожалуй, что вот так. И что, что? Как жаль, что мы с вами разминулись. Да мы не разминулись. Вы, пожалуйста, проходите в дом. что же ты делаешь джулья нет нет нельзя нельзя это готовить убрать и путь блин ну что ж ты делаешь на что что делаешь я просто захотела покушать ангелина не кипишуй смысле не кипишу. Мне что, 10 тысяч? Нет, ну мы же не ели. Ну мы же не ели, ребята. Неужели плюс 10 тысяч штрафа? Пожалуйста, скажите мне, что нет. Пожалуйста. Я вас умоляю, скажите мне, что это не новый штраф. Я вас просто умоляю. Так. О, этот романтик. Ну просто красота. Давай наставничайте я, пожалуйста, маршала. Наши соседики тут сами по себе развлекаются. Я смотрю, им хорошо. И вот так вот. Да. Странные, конечно, люди. Да вы проходите в дом. О, спасибо. Спасибо за еду. Ооо. Ооо. Это вы решили нам туда песка подсыпать, Хельга? Это вы нам решили туда песка подсыпать? Вы нас отравить хотите? Или что? Скажите, пожалуйста. Что вы делаете, Хельга? Что вы делаете? Я думаю, что это вообще будет просто самая лучшая приправа. Да. Сейчас, скажи. Ах, они нас домой не приглашают. Двери непонятно как поставили. Не пройти, не проехать. Ну ничего. Сейчас я им сейчас я им дам вкусняшечку. Слушайте, ну мне ж этим своих симов теперь кормить страшно будет. Ой. Ясно. Ладно. Проехали. Проехали. Так. И куда ты пошла сейчас? Мне очень интересно. Ага. Понятно. Она в поисках рыбы у нас. Да? В поисках... Мне кажется, я же говорю... А, я вам говорила, она под нас копает. А я вам говорила, ребята, она под нас копает в прямом и переносном смысле. Вот так вот. Вот такие у нас тут соседи появились, да. Такие соседи, что... Дай боже, как говорится. Так. Ну что, ребята? У нас 8 часов вечера. Я думаю, что на этом можно заканчивать эту серию. Смело. Да. И я надеюсь, что... Тем не менее, несмотря ни на что, она вам все равно понравилась. И да, кстати, ребят, вот о чем я с вами еще хотела поговорить. На самом-то деле, вот я что вспомнила. Прежде чем закончить серию, я вот что хотела обсудить. Дело в том, что, как я уже упоминала немножко ранее, вы, наверное, заметили, что в последних сериях у меня изменился формат записи. То есть теперь одна серия у меня содержит в себе много дней. И сначала это было где-то около трех дней. И вот в последних, 14-15-е, я разошлась. И там было по 4-5 дней вообще втиснуто. Да. И я так поняла по вашим комментариям, что вам нравится, в принципе, такой формат, что вам интересно смотреть, когда, скажем так, дней много и событий разных много. Вот. Но как бы в чём, собственно говоря, мой вопрос к вам? А вы действительно, ну, вам действительно ли нравится такой формат? И хотите ли вы, чтобы я продолжала так снимать? Потому что тут уже чисто вопрос, знаете, вашего доверия ко мне? Потому что, ну, таким образом, естественно, скажем так, если бы я была, например, каким-то нечестным человеком, если бы я была какой-нибудь редиской, то я могла бы какие-то свои штрафы, например, вам не показывать. Ну, например, ну, вот просто чисто к примеру, вот взяла бы я, да, эту тарелку с калуа, да, где она? Где она? Вот. И взяла бы рукой бога вот так вот, я шух, перетащила в дом и не показала бы вам этого. А это 10 тысяч. Но я, естественно, так не делаю. Да, я, ну, как бы, не вижу в этом никакого смысла, ни для себя, ни вообще, ну, как бы, зачем мне кого-то обманывать? Поэтому, как бы, тут два варианта. Либо вы хотите, чтобы я, вот, продолжала такой формат записи, вырезая какие-то рутинные моменты и оставляя только самое интересное, наверное, по моему мнению, самое яркое. Либо есть такой формат, я подсмотрела эту идею у Трис, она так снимает Апокалипсис Симс 2, то, что, как бы, интересные моменты тоже она точно так же показывает, а всё остальное, всю остальную рутину она ставит на быструю перемотку. Таким образом, как бы, всегда, если что, можно будет меня зачем-нибудь застукать, там, например. Вот. И вообще, то есть тут, как бы, мне интересно ваше мнение, вот, потому что одна серия один день снимать такой формат, как был раньше, как было в самых первых сериях, мне кажется, что я просто таким макаром вообще Апокалипсис никогда не закончу, и даже не приближусь к его половине, потому что, ну, это, как бы, это, конечно, круто. Это действительно интересный формат, и это здорово, но это очень долго, а карьер у нас больше 50 для закрытия, ребят, уже, я думаю, там число двигается где-то к 60, соответственно, это жизнь 60 маленьких цифровых человечков, и осветить её в таком формате будет тяжело, согласитесь. Но, опять-таки, мне будет интересно почитать ваше мнение, поэтому, если вы что-то думаете по этому поводу, то, конечно же, высказывайтесь. Любой фидбэк от вас, он мне приятен, и я всегда ему безумно рада, да, поэтому всё, вот теперь уже точно всё, буду ждать ваших комментариев, вашей реакции на то, что вообще, на то, что здесь вообще происходит, но пока что я уже буду с вами прощаться, всем огромное спасибо за внимание, всем до новых встреч, я надеюсь, что мы с вами увидимся скоро, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok